ГОМЕЛЬ Сегодня курсанты Беларусского державного университета транспорта приняли просягу. На исторожитное змастатство новая выстава открылась в Палаце Румянцевых и Паскевичев. А сейчас об этом и иншим больше потрапясно. Президент Беларуси Александр Лукашенко принял кадровые решения. Перестановки тычутся не только основных посад краины. В некоторых районах Гомельской области появились новые старшины выканавших комитетов. У каждого свой богатый опыт кирования, так само мыты и задачи на новом этапе профессионального шляха. По дробязности в наступном сюжете. Лоз добыт араней. Глава государства был поставлен очень много задач по Дружескому району. Много сделано, учитывая, что это у нас посещал в феврале месяце. До этого времени средств много уложено. Но я думаю, поставленные задачи в нужный срок будут исполнены. Новый старшиня Гомельского райвы канкама Сергей Ермалицкий больше 20 лет отдал органам внутренних справ. Багатый опыт правоохоучшей работы этого человека получается с разумением, как треба узнимать село. Сельская господарка – один из важнейших пунктов экономики Гомельского района. Выпускник Академии у Горках протягне развивать досягнение былого старшини Алены Алексиной, якая, до речи, зойме посаду наместника старшини Гомельского гарвы канкама. Вчера я побыл на согласовании у главы нашего государства. Была поставлена задача по дальнейшему развитию Гомельского района. Сегодня есть у нас опыт работы в сельском хозяйстве, в промышленности. Все оно основано на трудолюбии, на дисциплине, на разумной инициативе. Не надо быть каким-то революционером, реформатором. Нужно постепенно исходить из лучшего, смотреть, что приносит сегодня результаты, над этим работать. На посаде старшини Жлобинского гарвы канкама зараз Александр Грыгаренко, який был директором предприемства «Амкадор Гомель». Новым керауником Акцабрского района стал Сергей Даугалев. Ранее он займаў посаду наместника старшини Лоевского гарвы канкама. Андрей Барановский, былы керауник Акцабрского гарвы канкама, займае место наместника старшини областного выканавчага комитета. Уладзимир Горбачоу, який працаваў ранее на гэтой посаде, зараз директор Дзержбудэкспертызы по Гомельской области. Керауник в області Геннаць Соловей адзначае новая старшини, новая перспективы развіця регіона. Їх основная задача – нарушування обўома вытворчасті, а так само выращення мнозства пытаннў, які выклікаюцца знішніми і внутренними факторами. Сделано і вложены капітальні средства для ввода в действие. Пэтаму надежды на усіх руководити мы взлагам очень высокі. Миколай Скинсіян, Валера Хапанько, Телерадоя Кампания Гомель Вытворча обядання «Беларусьнафта» плануя повалічыць сёлітнюю здабычу нафты до 1 мільйона 710 тыс. тонн, што на 20 тыс. тонн перавышае летошній узровень. Нарушування обўомаў стало макшымым, дякуваючаю тымлику укаранненю новых технологій. Планами нафтовіков потікавіліся наші коррэспандэнты. Гэта стэла установлена недалёко адрэчыцца у память абздабыча 100 мільйонной тонны беларускай нафты. Здарылыся гэта падзе ў 1998 годзе. А ровно праз 20 годзе ў вытворчым абяднаннім «Беларусьнафта» поведаміля абздабыча ўже 135 мільйонной тонны. Сёдня прадприемство перапамповывае сарайну з 870 сфідравін, лыбеня яких ўсарайднім складае каля 4 кілометраў. Самая глыбокая – каля 5,5 кілометраў. Аднак незалежна ад гэта га параметра ўсеяны оснащаны сучасными системами аутаматызации и телемеханізации, що дозволяя зробить процес эксплуатации обсталявання більш эффективним. Размова іде о реалізации проекта – «Лишбове родовище». На первом етапе на текущий момент организован центр интегрированных операций, куди стекает вся информация, она в полном объеме анализируется, трансформируется, сокращаются простые скважины, сокращаются операционные затраты на добычу нефти. И на текущий момент реализуется аудит совместно с американской компанией «Ханивэл» для дооснащения нашей системы новыми программными продуктами, а также оборудованием, которое поможет нам ещё более детально видеть каждую скважину. Хоть полностью замянить человека пакуль не могут, нават самая сучасная технология. Сергей Забалоцкий ў свой час был профессийным спортсменом и выступал в высшей шелизе беларускага футбола. Зараз ём працюе операторам с добычы нафты и газа. Среди его обовязков контроль у зровню нафты у сведровине и отбор проб для наступных лабораторных доследований у наявности воды у отриманной сыровине. Каже, что праца ему подобается, хоть спочатку было вельменья просто. Когда я играл в футбол, только на картинках видел, как всё это оборудование работает, и мне казалось, ну, пробурили, грубо говоря, дырку, ну и там качают. А когда уже пришёл сюда, тут непосредственно каждая качалка, каждый насос качает по-своему, каждая скважина непосредственно индивидуальная, скажем так. После профессиональной карьеры футболиста тяжело было. Не скрою, тяжело было. Даже были мысли, как бы, может быть, и вернуться, а только куда вернуться, уже возраст как бы идёт вверх, а не вниз. Поэтому жизненная ситуация сложилась так. Ну, я не жалею о том, что пошёл в Беларусьнефть и непосредственно, конечно, в НГДУ. Сюня вытворча объяднания Беларусь-нафта вядя распроцовку 62-х родовища, упрычым три родовища были открыты в этом году. Спочатку их назвали по географичным местам знаходжения, али потом дали имёны вядомых беларуских геолога – Кузьминская, Бескопыльновская и Гарцевская. Ничего незвычайного у таким переименований по великим рахунку нема. Сдобыча нафты – праца коллективная. Кончаткова выник залежить от зладженной работы у всех подразделений, а тому на предприемстве ценят уклад кожного человека. Это и геологи, и сейсморазведчики, и геофизики, и, скажем так, тампонажное управление, буровики, капитальный ремонт, нефтегазодобывающее управление, транспортное подразделение, многие другие, скажем, структуры, частицы нашего объединения Беларусь-нефть. Ну и, конечно, научно-исследовательский институт Беларусь-нефть. Олег Синцеров, Максим Савин, Валерий Гапанько, телерадиокомпания «Гомель». У Кармянским районе активными темпами идет убор к лену. Специалисты кажут, якость тросты в этом году вельми добрая, тому важно худко нарыхтовать сыровину. Ганна Коральчук отправилась на поле, ка обдаведаться, как в регионе сбирают и перепрацовывают беларуский шок. Уборку лену в Кармянском районе начали литерально несколько дней тому. После вылеживания тросту поднимаются, взбиваются и закручиваются в рулоны. Под лен долгунец тут отведено 1600 гектаров. Однако сыровину для Кармянского льнозавода сбирают еще в Речицком, Чачерском и Рогачевском районах. Таким чином, «Могульная площадь» для уборки культуры все лето складает 3200 гектаров. Прошли дожди, появились настоящие вустовские росы, уже можно сказать сентябрьские росы. По утрам немножко влажно и пошел процесс, поэтому лен созрел и сейчас массировано мы начали массово убирать лен. Лен-культура досыть капризная. По передней годы у регионе урожайность была не вельми высокой, тому как минимизовать страты от спеки и хвороб полея працавали отмысловыми микроэлементами и мягкими гербицидами. На дворе так само было с прияльным. Усё это отбилось на якости сыровины. По лабораторных анализах выход волокна страсты зараз складая коля 30%. До речи на новой сыровине Кармянский льнозавод працует другой день. Как праца не спынялась и на протягу года, сюды треба привезти с полеу 3500 тонны льну. Однако, по кульголовная задача для супрацовников выконать держзаказ. До конца года предприемство повинно выробить 150 тонн долгого и 380 тонн короткого волокна. Большая частка с этого отправится на Аршанскель на комбинат. Остатняя на экспорт. Качественное, длинное и короткое волокно по этой Аршанскель на комбинат, который производит ткани всевозможные, сольна, и отправляет дальше. Фактически, как я знаю, они почти 90% отправляют на экспорт всю свою продукцию. Более низкого качества, номер два. Мы отправляли раньше в страны Прибалтики, а также в Китайскую Народную Республику. Ну, в связи с эпидемией коронавируса на сегодняшний день поставки прекратились. Я надеюсь, что все-таки граница откроется, и мы начнем подогревать дальше. По словам директора, настрою работников приузняты. Шмат волокна доброй якости – это великий прибыток в будущем. Поэтому, как не стратить якость сыровины или нутрасти, працовать будут на протягу усяго светлового дня. Працу плануют завершить до 25 вересня. Ганна Коральчук, Игар Марышенко, телерадиокомпания «Гомельск» Армянского района. За шесть месяцев этого года в Гомельской области повеличилась о колькости злочинствах с уделом неполнолетних в поравнании с аналогичным периодом минулого года. Росты зарахистрованы во всех районах Гомеля, а так само Жлобинским, Наравлянским, Калинковицким и Светлогорским районах. Такую информацию огучили на черговом посаджении комиссии по справах неполнолетних, сяродоснованных злочинствах, крадежима емости, напрыг от мобильных телефонов и велосипедов. При этом злочинстве подлетки часто сдаясняют в состоянии алкогольного опьянения. А кроме того, выросла и групповая злочинность. У в области была серая махинация, которую ожитивляла компания подлетков. С допомогой мобильных телефонов они зарабили больше за 50 переводов чужих грошей на свои рахунки. Обмерковали на посаджении и удел молоди в несанкционованных массовых мероприемствах. Порядка 99 подростков, которые задерживались в местах проведения несанкционированных. В адрес комиссии по делам несовершеннолетних поступило 52 административных протокола. Это статья 23.34, это участие в несанкционированных мероприятиях, и 23.4, это сопротивление милиции. Комиссия по делам несовершеннолетних в присутствии на родителей законных представителей рассматриваются с участием работников прокуратуры. Они выносят свой вердикт. Это предупреждение, это штраф, и это, соответственно, рассматривается также вопрос о прекращении рассмотрения материала в связи с недоказанностью. Про это за полгода в области не повеличилась околькость выпадка у незаконного оборота наркотиков под летками. Рецидивная злочинность так само снизилась. Субъекты профилактики подкресливают, что проблемы у основных возникают с детьми и социально небеспечных семьях. Тому в будущем не плановится провести больше двойную працу с батьками. В другой полове минулого месяца до старшиня Былвыконкам озвернулись жихары Гомельской улицы Кленковская с просьбой допомоги отремонтовать дорогу. По словам местовых жихаров, проехать по улице на автомобиле было вельми складано. Асфальт, который был покладен некольких десяти годов тому, уже нелега было назвать дорожным покрытием. Особливая актуальность, якось дороги набыла после открытия 74-й середней школы в 21-м микрорайоне, куда перешли вычиться и дети, которые проживают на Кленковской улице. Средки, необходимые для набытка и укладки нового асфальта, были выдаткованы из областного бюджета. Работы выполняют специалисты Гомельского дорожного треста. Работы были вчера начаты. За два дня основную часть работы мы завершили. Осталась небольшая часть, будет завершена в ближайшее время. Клятва на верность Айчине и белорусскому народу. Сегодня курсанты Белорусского державного университета транспорту приняли присягу. Урачистая мероприемство отбылось о Калягомельской площади перемоги. Головные аудельники 25 молодых людей, які селита поступили на перши курсы военно-транспортного факультета. Гэта день по-соправдному особливу не только для хлопцов, але и для родных, які пришли их подтримать. Гости мероприемства означают «Военная присяга – традиция с глубокими коронями». Ее текст с тягом часу меняется, але посыл за все годы состояться однольковым. Гэта отданность своей краине, готовность оборонятия ей интересы и людей, які тут живуть. Для каждого офицера это день значимый, потому что с этого дня начинается их официальный путь по защите своей родины. Они будут обучаться на протяжении всего учебного периода, как правильно это делать. И я уверен, что преподавательский состав, командный состав военно-транспортного факультета Белгута все свои знания и умения направить на то, чтобы подготовить достойных офицеров. Завершение мероприемства стал специальный подарунок для усих присутных – пляц-концерт от роты гоноровой варты военно-транспортного факультета. Раз, три, пять, семь. Раз, три, пять, семь. У Гомеля отбудется областный Восиньский кермаш. Он пройдет завтра с 10 до 20 годин на площади Ленина. Набыть можно будет разностайную сельхозпродукцию, а так само традиционные белорусские стравы. А кроме этого, организаторы обязывают выступления народных коллективов региона, а детяше – забавляльные пляцовки. А у День города, 12-го верости, на пляцовце Каля-Лядового палаца пройдет масштабный фестиваль «Мяс Молфест». Свою продукцию проставить будет за 10 предприемств мясной и молочной галины. Коррестаться попытом зновбуде мясцовая валюта «Фесткоин», а термотекую можно тякувать, что делу в гульнях, конкурсах и забавляльных споборництвах, а после обменять на смачный приз. По словах организаторов, особливая уага будет нададена подчас фестивалю детям. До их обсталюют шматликие пляцовки с гульнявыми и спортивными зонами. На исторожитное зма статства новая выстава открылась у палаца Румянцевых и Паськевича, на ней можно убашить лепшие узоры графичных творов с фондом музея. В экспозиции собрано больше за 80 работ частых из их подарунок от Национального Мастацкого музея. Творы охопливают довольно великий интервал часу с 2017 по 2020 годы. Это графика таких мастаков, как Георгий Низкий, Алина Лось, Аким Шаученко, Анатоль Каплан, Ялгин Пакаташкин, Валерий Ляшкевич и инши. У основных это белорусы, многие из которых урадженцы Гомельчины, что говорить об высокем мастацком узровне наших земляков. При этом аутерство самой ранней работы у экспозиции належит француженке. Речь идет о работе причем женщины, дамы, француженки, Кладин Бозане, которая выполнена с картиной Николая Пуссена. Живописная работа исчезла со временем и у нас в музее находится, может быть, ну хочется думать, один из единственных уникальных оттисков с этой картины. Роспис, разные виды гравюры, малюнки на пергаменте и папиры, тушу, пастелью и пензелем демонстрируют необмежеванные выразные макшимости графики. Их ростов по равнанию с живописом тем, что это интуитивная и мгненная творчость адвлюстровая первый полет думки автора. Веселая, энергичная и талиновитая 60-х годов на территории Житковицкого района оденитший народный фольклорный ансамбль «Ветится». Кожное их выступление зарад бодеростей и доброго настрою для глядача. С яркими удельниками коллектива сустраился Дмитрий Котов. На сцене староживецкого сельского клуба выступают удельники народного фольклорного ансамбля «Ветится». 2020 год для коллектива знаменальный ровно 60 годов с моменту подшатку творчей деянности. У вытоков коллектива стояла Анастасия Бердова. Распланный час эстафету переняла ее дачка Алена Якубовская, якая по сегодняшний день узначаливая ансамбль. Сегодня коллектив ветится протягивая славные традиции своих препаредников. Как и годы ранее, любое заявление на публице яркая падея. Сейчас ансамбль наличивает 10 человек. Это люди, которые всей душой отдаются любимой справе. Для их песня зарад бодерости и позитиву. Дреши состав удельников постоянно пополняется. Из города приехали, ухаживают за родителями. Они тоже... А что нам говорят скучать? Мы там поухаживали, покормили, готовили, огородами занимаемся. Нам хочется и вот этого радости, какой-то эмоции и все вот это выплеснуть из души. Кожный в ансамбле ветится яркая особа и про кожного можно немало рассказать. До прикладу Гана Миляшеня. Народному фольклору эта талиновитая женщина присвятила больше запалстого дня. У творчей команде она практически с момента у ее створения. Я пришла сюда замуж. Сколько тут живу, столько и пью. Уже я тут живу 56 лет. Мы пели раньше все эти песни колешние, а сегодня уже современные. Песня живая, душевная. Завсёды была неодъемным атрибутом сельского життя. Сегодня в вёсках уже не так шмат жихаров як ранее, але от этого меньше каштовной идейность народного фольклорного ансамбля ветится не становится. Удельники радуют свою творчестью не только мясовых жихаров, але так само активно гастролюют по территории Житковицкого района и выступают на разных фестивалях у Тымліку Международного Узровню. Безпрежно такую богатую культурную спадшину необходимо сохранить на долгие годы. Я без ума от своего коллектива. Можно сказать, что вот столько лет я проработала, это уже более 30 лет. И вот на самом деле всё приходит с опытом и всё приходит с годами. И я вот ни одного дня сейчас не могу сказать, что я там пожалела о том, что я вот пришла руководителем сюда, хотя ну сразу как бы это было и не моё. А сейчас вот именно вот с этим коллективом я состоялась как и руководитель. И вот действительно я понимаю, что я люблю свою родину, свой коллектив, свой дом, свой край. Дмитрий Котов, Сергей Лукашук, телерадиокомпания Гомель, Житковицкий район. В связи с проведением техничных работ на антенномаштовых сбудованиях на наступном тыдне в городе Гомелий на отлеглости до 40 километров от областного центра будет припынена эфирная телевизийная и радиовещания. Размова идти про первые часы с 7 по 9 вересня с 9 ранец до 5 вечера будет отсутствовать трансляция телеканалу агульнодоступного пакета, а так само радиостанции. Максимы перепынки трансляции программы некоторых щетках кабельных операторов. В опыту завершения работы ранее позначенного термину деятельность передачеков будет обновлена. Это и иншие новины. Информацию о проектах телерадиокомпании Гомель вы можете найти на нашем сайте в интернете по адресе www.tvrgomel.by На этом выпуске завершено. Усяго доброго и до встречи в эфире.